Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью, при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием Его, но и утешением, которым Он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Кто терпливо переносит, когда его злословят или обижают, тот подобен заключившему льва в зверинце, а кто отражает злословие и обиду, тот походит на человека, который сам себя поражает оружием. Не будем молодушествовать, потому что нам не вечно жить в этой жизни. Не давай печали сердцу своему, ибо мира сего печаль смерть соделает, а печаль, я же по Бозе, доставляет тебе жизнь вечную. Монах, готовый мужественно претерпеть все, что не случится, от счастья только будет иметь печали. Не давай печали сердцу своему, но утешай себя, Господи. Если подвергнешься клевете, и после откроется чистота совести Твоей, невысокомудрствуй. Но Господу, избавившему Тебя от клеветы человеческой работы, всмиренно мудрие, чтобы не пасть чрезвычайным падением. Лукавая душа, когда льстят ей, превозносится, а когда оскорбляют ее, приходит в неистовство. А добрая душа и лесть не радуется, и на оскорбление не негодует. Нет и меры терпения, если только оно растворено любовью. Потерпи, Господа, в день скорби, чтобы Он покрыл тебя в день гнева. Не смейся над огорченным, не радуйся в виде развращающегося, чтобы не прогневался на Тебя Господь и не остаться Тебе без защиты в день скорби. Не думай, что ты один терпишь скорбей больше всякого. Как живущему на земле невозможно избегнуть этого воздуха, так человеку, живущему в этом мире, невозможно не быть искушенным скорбями и болезнями. Занятые земным, от земного испытывают и скорби, а стремящиеся к духовному, а духовном и болезнуют, но последние будут блаженны, потому что плод их обилен о Господе. Если мы узники Спасителя, Бога, то не постыдимся носить на себе узы скорбей, но с радостью будем терпеть их, ожидая пришествия Его с небес, когда и нас причислит Он к лику святых, потому что ставшие общниками страстям Его, так ужди и утешению общниками будут. Ныне два есть рода скорбей, которыми окружен всякий человек под солнцем, скорбь по Богу и скорбь мирская, и невозможно пройти настоящую жизнь без которой-нибудь из них, или без скорби по Богу, или без скорби мирской. Скорбь мирская тяжела и не обещает вознаграждения, а скорбь по Богу с собой приносит утешение и еще пачи обвеселяет и обетованием жизнь вечной. Подвергаясь первой, поспешай превратить ее во вторую и прогонишь мучительную скорбь из сердца. Если, когда делаешь дело Божие в смиренномудрии и благоговении, и враг с намерением припнуть тебя в правом житии вооружит против тебя людей нерадивых, то не бойся, и не приходи в робость, и не уклоняйся с прямого пути. Потерпи Господа, избранник Божий, чтобы оскорбляющие тебя ныне удивили славному твоему спасению, как написано, праведникаще и постигнет, скончатяся, в покое будет. Как огонь в плавильне испытывает золото и серебро, так в напастях изведываются души смертных, имея общником Господа. Не убоимся искушений, но смело простремся к почести Вышнего звания о Христе, ибо Господь венчает всех любящих Его. Кто хочет стать монахом и не переносит оскорбления, уничижения и ущерба, тому монахам не бывать. Великодушно переноси оскорбления злословием, наименование злым, принимая за наименование добрым, и наименование негоднейшим за наименование благоугодным. И всяко помнить подобает, что рабу Господню не подобает свариться, но тихо быть и ко всем. Если случится тебе впасть в болезнь, не прибегай к мертвой помощи и к человеческому покровительству, но лучше будем иметь терпение, ожидая милости от Бога, чтобы Он управил нас во всем, ибо бывает время, когда и плоть имеет нужду во вразумлении. Во всем же будем благоугождать Господу, якутой печется о нас. Когда человек болен, тогда и душа его пачи меры начинает искать Господа, почему вразумление хорошо, если только вразумляемый благодарит. Конечно же, таковой скажет, аще благая приехала Господа, злых ли нестерпим, буди имя Господне, благословенно вовеки. Не малодушествовать должен во время искушения, отрезвиться в молитвах и добрых делах, подражая плывущим по морю, которые, когда подымается буря, внимательно за всем смотрят, бодрствуют и призывают Бога на помощь. Господь не презирает призывающих Его воистине. Поэтому и мы, когда постигнет скорбь, прибегнем Господу, подобно сказавшему Господи в скорби по минухам те. Море не всегда спокойно, и настоящую жизнь невозможно переплыть без искушения. Но если за веру в Господа будем держаться, как закормила, то она введет нас в пристань жизни, и тогда, сложив в себя труды, облечемся мы в жизнь и не тление. Если пришла на нас печаль, будем ожидать приближения к себе радости. Возьмем в пример плывущих по морю, когда поднимается на них ветер и сильная буря, они борются с волнами, ожидая тихой погоды, а когда настанет тишина, ждут бури. И потому всегда бдительны, чтобы восставший внезапно ветер не застал их неготовыми и не опрокинул в море. Так и нам надо действовать. Когда приключаются скорбь и теснота, будем ожидать себе облегчения и помощи от Бога, чтобы при продолжении скорби не причинила нам смерти мысль, что нет уже нам надежды на спасение. А подобным образом, когда у нас радость, будем ждать скорби, чтобы при избытке радости не забыть о слезах. Будь тверд в искушениях и скорбях и протився распаляющему тебя сладострастью, чтобы и тебя, как необожженный кирпич, не размыли дождевые капли и чтобы не оказаться тебе не имеющим той твердости, какую думаешь иметь. Решившись благоугождать Богу, будь долготерпелив. Посмотри на древние роды и увидишь, что все святые достигли обетований постоянным и долгим терпением. Потому будем каждый час побуждать себя, чтобы и нам с ними наследовать Царство Небесное. По неверию нашему удаляется от нас терпение. Придай себе ревности о Господе и мужайся, как верный, чтобы от великой печали не утратить тебе душевных сил. Представь себе тех, которые подвергались истязаниям в изгнании, в рудокопнях и в горьком рабстве, и починись о Господе сретающим тебя прискорбностям. Если случится с тобой огорчение, то потерпеть его не крайнее еще зло. Тяжело же и опасно оставаться в огорчении. Если в отсутствии твое злословил тебя кто-нибудь и другой пришедший объявит тебе, что такой-то брат злословил тебя, то как мудрый разбери, чье это наваждение и не огорчайся на брата своего. А известившему тебя скажи так, хотя оскорбил он меня, но он не брат. Да и я сам заслужил оскорбления, впрочем, оскорбил он не сам по себе, но устроился я враг, чтобы посеять вражду между нами. Господь же да разорит умыслы лукавого, а брата да помилует, и нас да не оставит. Если опять и в лице будешь оскорблен, не досадуй на сие, и не приходи в движение умом, когда же случится потерпеть оскорбление за худое дело, то не будь жестокосердным, но исправь лучше свою погрешность. Если утешающий скорбящего человек духовный, то приходит он к нему не на вред, а на великую пользу, а кто имеет плотской образ мыслей, тот не принесет немало пользы, но пришедший утешить скорбного еще более расстроит его. Услышал неприятное слово и скорбишь, но если право уязвлен ты словом, радуйся, что уязвлен для вразумления, и постарайся исправиться в своем падении. Уязвлен ты напрасно, тем больше я тебе награда, если благодушно перенесешь. И апостолы, как злодеи, биты были среди города, но не гневались, не пришли в негодование, а радовались, яко сподобишись за имя его бесчестье приятие. Радуйся и ты, что сподобился принять бесчестье ради имени его. Кто-нибудь из нерадивых скажет, может быть, прискорбно мне, что это случилось со мной после стольких трудов. Это прискорбно тебе, раб Господень? Не лучше ли из всего познать тебе, что после стольких лет труда страсти твои все еще и остаются непобежденными и, познав это, начать сего случая побеждать их. Ащебу, кто мнит себе быть и что, ничтоже сей, умом льстит себе. Искусство кормчиво обнаруживается во время бури. Кто хвалится, столько-то лет я в монашеском образе, а дел сего образа не показывает, тот носит при себе орудие такого искусства, которому еще не научился. Приключилось тебе, малая скорбь, и ты тотчас выступил ищи на монашеской жизни, как бы отрекся от монашеского образа. В одну минуту сгубил ты труд стольких лет. Нет, брат, не обращай врагам хребта своего, но стой твердо, сражайся, и враги побегут от тебя. Облекись в броню веры, возложи на себя шлем спасения, восприми меч Духа Святого, и же есть глагол Божий и Борис, да возрадуется от доблести твоей, живущей в тебе Дух Святой. Если не переносишь малого искушения, то как перенесешь великое? Если не одолеваешь отрока, то как поборешь совершенного мужа? Если не переносишь слова, то как стерпишь удар? Если не терпишь заушения и удара, то как понесешь крест? Если креста не понесешь, то как наследуешь на небесах славу вместе с теми, которые говорят, тебе ради умерщвляемся весь день в менихумсе яко овцы закуления? Уже ли мы с тобой, брат, забыли, что претерпел за нас общий наш владыка? Он был поруган, уничижен, ему говорили беса и мыши, и он не гневался. Его называли листецом, заушали, били, пригвоздили ко кресту. Он вкушал оцет с желчью, пронзен копьем в ребра. Все это претерпел он нашего ради спасения, а мы, увы, нам бедным, никакого оскорбления, даже слова не хотим перенести ради его, столько ради нас, потерпевшего. Кто желает благоугождать Богу и стать наследником Божьим по вере, чтобы ему наречься и Сыном Божьим, рожденным от Духа Святого, тот прежде всего, облегшись в благодушие и терпение, должен мужественно переносить встречающиеся ему скорби, беды и нужды. Будут ли то телесные болезни или страдания, или поношения и обеды от людей, или различные невидимые скорби, какие наводят на душу лукавые духи с намерением привести ее в расслабление, нерадение и нетерпеливость, и тем воспрепятствовать ей войти в жизнь. Бывает же все сие по Божию домостроительство, попускающему каждой душе быть искушенной различными скорбями, чтобы явными стали любящие Бога от всей души через мужественное перенесение всего, бестеряние упование на Бога, но со всегдашним по благодати с верой и терпением ожиданием избавления, и чтобы, выдержав таким образом всякое искушение, соделывались они достойными Царствия Небесного, которые душа не мужается и не переносит с твердостью всякого искушения и всякой скорби, но горчается, унывает, негодует, тревожится и не родит о подвиге, или даже отчаивается, как не имеющая уже надежды на избавление, та, не сохранив в себе упование, которое с несомненной верой ожидает милости Божией, конечно, не делается достойной жизни, потому что не последовало всем святым и не шествовало по стопам Господним. Смотри и наблюдай, как издревле отцы, патриархи, пророки, апостолы и мученики, прошедшие сей путь искушения и скорбей, возмогли угодить тем Богу и сподобились великих мздовоздаяний. Бог не попускает душе, уповающей на Него и терпеливой, быть искушаемой в такой мере, чтобы дойти ей до отчаяния, то есть впасть в такие искушения и скорби, которых не может она перенести. И лукавый не в такой мере искушает душу и тяготит ее скорби, в какой хочет, но в какой попущена ему Богом. Пусть только душа переносит все мужественно, держа с упования по вере и ожидая от Бога помощи и упования, и невозможно, чтобы она была оставлена. Напротив того, чем более подвязается душа, прибегая к Богу с верою, надеждою и, несомненно, ожидая от Него помощи и избавления, тем скорее избавляет ее Господь от всякой, одержащей ее скорби. Ибо он знает, сколько душа должна подвергаться испытанию и искушению, столько и попускает. Если горшечник, сделав сосуды, не положит их в печь, чтобы обожженные отвердели, то не бывают они годными к употреблению людям. Но и полагая их в печь, знает он, сколько времени должны держать их в огне, пока сделаются годными, и не оставляет их в печи сверх надлежащего времени, чтобы, перегорев, не истрескались, и опять не вынимает прежде времени, чтобы не остались недоделанными и негодными к употреблению. Итак, если люди в рассуждении тленного имеют столько разборчивости и знаний, то кальми паче Бог знает, сколько имеют нужды в испытаниях и искушениях души, желающие угодить ему и вожделевающие улучшить вечную жизнь. Как пенька не бывает годную для пряжи из нее тонких ниток, если не треплет ее много раз. Но чем больше треплет ее, тем она делается чище и способнее к пряже, так и боголюбивая душа, подвергаясь многим искушениям и испытаниям и мужественно претерпевая скорби, делается чище и пригоднее к духовному деланию и, наконец, удостаивается наследовать небесное царствие. Скорби и искушения делают душу благоискусную и твердую, если она мужественно, охотно и с упованием на Бога переносит все случающееся, с несомненной надеждой ожидая избавления от Господа и милости Его. Души, преданные скорбям для испытаний и различно мучимые лукавыми духами, как тайна, внутреннюю тяготою скорбей или лукавыми помыслами, так и явно телесными страданиями, если будут мужественно терпеть, охранять упование и ждать мздовоздаяния от Господа, то сподобляются венцов правды, и в день суда приобретут одинаковые с мучениками дерзновения пред Богом, ибо одинаковые мучения в скорбях, одними претерпеваемые на кресте, другими от лукавых духов на них действующих. Враг, если не возможен не извести кого на худое и не изложить мыслями, наводит после сего на человека того скорби, чтобы оморочить его разум и потом уже посевать в нем что угодно. А если и сим невозможет он навести на худое, то дает ему все удобства жизни, возносит его, и вводит великое обольщение, которое опаснее и хуже всех страстей, ибо делает человека горделивым, увлекает в пучину сластолюбие, изгоняет памятование о Боге, о своей немощи и о часе смертном, к чему склонным выведает в человеке расположение его, против того и ополчается, чтобы противоборствовать ему всеми неправдами. Все от Бога и благое и скорбное, но одно по благоволению, другое по домостроительству, третье по попущению. По благоволению, когда живем в добродетелях, ибо угодно Богу, чтобы живущие добродетельно украшали свинцами терпения, по домостроительству, когда, впадая в прегрешение, бываем вразумляемые, по попущению же, когда и вразумляемые не обращаемся. Опять домостроительно Бог наказует нас согрешающих, чтобы не были мы осуждены с миром, как говорит апостол, судимы от Господа наказуемся, да не с миром осудимся. Всем разуме несть зло в ограде, ежи Господь не сотвори. Таковы голод, язвы, болезни, поражения, брани, ибо все это служит к очищению от грехов. Попускает же Бог и совершенно оставляет тех, которые или не хотят жить без греха, или вразумляемые не обращаются, но пребывают во грехе. Тогда Бог предаст их в неискусен ум, то есть попускает их свободе творите неподобное. Блаженный феофилакт, архиепископ болгарский, благовестник. Толкование на Евангелие от Марка. Стихи 29-31. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить ему. К вечеру, в субботу, как обычно было, Господь пошел в дом учеников для принятия пищи. Между тем, та, которая должна была послужить при всем, одержима была горячкой, но Господь исцеляет ее, и она начинает служить им. Эти слова дают знать, что и ты, когда Бог исцеляет тебя от болезни, должен употребить здоровье свое на служение святым и на благоугождение Богу. Стихи 32-34 При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. Не без причины прибавлено, когда заходило солнце, поскольку думали, что непозволительно исцелять в день субботний, то дождались заката солнца, и тогда уже стали приносить больных для исцеления. «Многих исцелил», сказано вместо всех, потому что все составляют множество, или не всех исцелил, потому что некоторые оказались неверующими, которые не были исцелены за свое неверие, но многих из принесенных исцелил, то есть тех, которые имели веру. Бесам не позволял говорить для того, чтобы, как я сказал, научить нас не верить им, хотя бы они говорили и правду. Иначе, если они найдут кого-либо вполне доверяющего им, то чего не сделают проклятые, примешивая к правде ложь? Так и Павел запретил пытливому духу говорить, люди эти рабы Бога Вышнего. Святый муж не хотел слышать отзыва и свидетельства из нечистых уст. Марк, желая показать и время, говорит и Абия. Евангелие от Марка, глава 1, стих 30. А Матфей описал только чудо, не означивше времени. Другие говорят, что больная даже просила его, но Матфей и об этом умолчал. Впрочем, в этом нет разногласия, одно происходит от краткости, а другое от полноты повествования. Но для чего Христос вошел в дом Петров? Мне кажется, для принятия пищи. На это указал и евангелист, когда сказал «Воста» и служаше ему. Христос останавливался у учеников, как, например, и у Матфея, когда его призвал, чтобы через сто почтить их и сделать усерднейшими. Но ты и здесь заметь Петрова почтение к нему. Имея тещу, лежащую дома в сильной горячке, он не привел его в дом свой, но ожидал, пока будет окончено учение и исцелятся все прочие. И тогда уже, когда он вошел в дом, начал просить его. Так он с самого начала научался предпочитать выгоды других своим. Итак, не Петр приводит его в дом, но он сам по собственной воле пришел после того, как сотник сказал «Неснь достоин, да под кровь мой в Нидише», показывая, насколько он благоволил к ученику. Но представь, каковы были домы этих рыбаков. При всем том, Христос не гнушался входить в их бедные хижины, научая тебя во всем попирать человеческую гордость. Иногда он словами только исцеляет, иногда и руку простирает, а иногда делает и то, и другое, чтобы, видимо, было врачевание его. Он не хотел всегда чудодействовать необычайным образом, но ему надлежало еще скрываться, и особенно при учениках, потому что они в великой радости все бы рассказали. И это видно из того, что по восшествии на гору он почел за нужное объявить им, чтобы они никому не сказывали. И так, коснувшись тела, он не только прекратил горячку, но и вполне возвратил здоровье. Так как болезнь была незначительна, то он явил свое могущество в способе лечения, чего не могло бы сделать врачебное искусство. Вам известно, что и по освобождении от горячки больным требуется много времени для того, чтобы прийти в прежнее здоровье. Но тогда все за раз последовало. И не здесь только случилось это, но и на море. И там он не только укротил ветры и бурю, но тотчас остановил и самое движение волн, что было так же странно. Обычно и после того, как буря прекратится, волны еще долго колеблются. Но у Христа не так. У Него все вместе прекращалось. Так именно случилось и с эту женою. Указывая на это, Евангелист и говорит «воста и служаше Ему», что было знаком и силы Христовой, и расположение жены, которое она оказывала ко Христу. Отсюда мы можем усматривать вместе и то, что Христос по вере одних дает исцеление другим. Здесь именно просили Его другие, как то было и с отроком сотника. Впрочем, Он благодетельствует, если только желающий исцеления не упорствует в неверии, а только или по причине болезни не может прийти к Нему, или по причине неведения и незрелого возраста не имеет о нем высокого понятия. «Поздя же бывшу приведоша к Нему бесны многи, и изгна духи из них словом, и вся болящая исцели, да сбудется реченная Исаии им пророкам, яко недуги наша прият и болезни понесе». Евангелие от Матфея, глава 8, стихи 16 и 17. «Видишь ли, как многие, наконец, уверовали? Они не хотели удалиться, хотя время и побуждало к тому, и не почитали неблаговременным приводить вечером больных своих. Заметь, о каком множестве исцеленных евангелисты умалчивают, когда не говорят нам и не повествуют о каждом порознь, но одним словом переходит неизреченное море чудес. Потом, чтобы величие чуда не повергло в недоверие, что он такое множество и от столь различных болезней освободил и исцелил в одно мгновение времени, евангелист приводит пророка, свидетельствующего о случившемся, показывая тем, что доказательство, заимствованное из Писания, во всяком случае важно и не ниже самых знамений. Исаия сказал, говорит он, что Христос недуги наши прият и болезни понесе. Пророк не сказал, освободил, но взял и понес. Это, мне кажется, сказано пророком более о грехах, согласно со словами Иоанна, «Все агнец Божий в земле и грехи мира». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. Итак, почему же здесь евангелист относит это пророчество к болезням? Или потому, что принимал это свидетельство буквально или для того, чтобы показать, что большая часть болезней есть следствие грехов душевных. В самом деле, если самая смерть утверждения болезней имеет своим корнем и началом грех, то тем более многие болезни. Точно так же и то, что мы можем подвергаться болезням, родилось от греха. «Видев же Иисус многие народы окрест себе, повели идти на он пол». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 18. «Видишь ли опять, как он чужд тщеславие». Другие евангелисты говорят, что он запрещал демонам сказывать, кто он. А Матфей говорит, что он удалял от себя народ. «Делал он это с одной стороны для того, чтобы научить нас скромности, а с другой для того, чтобы укротить иудейскую зависть и убедить нас ничего не делать из тщеславия. Он не только исцелял тела, но и исправлял душу, научая благочестие. Показывал себя и в том, что исцелял болезни, и в том, что ничего не делал из тщеславия. Действительно, многие из любви и удивления к нему, и желая всегда наслаждаться его лицезрением, неотступно пребывали при нем. Да и кто бы удалился от творившего такие чудеса? Кто бы и просто не захотел взирать на его лица и уста, изрекающие такие слова? Он достоин удивления не только по чудесам, но даже и один вид его исполнен был великой приятности, как показывает то пророк, говоря, «Красен добротою паче сынов человеческих» Псалом 44. Когда же Исаия говорит «Не имяше вида ниже доброты» книга пророка Исаии глава 53 стих 2, то говорит это или о непостижимой и неизглаголанной славе божества или о том, что случилось с ним во время страдания и именно о бесчестии, которое претерпел он во время распятия на кресте или о смирении, которое являл во всем в продолжение целой жизни. Продолжение следует...